Вчера, когда я увидел одного из них, я показал им палец. Ты что, не понимаешь? Если они узнают, что ты их видишь, они убьют тебя. Они убьют тебя. Александр Виш. Личность. Книга первая. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам. Глава пятая. Действия вируса. Система действия вируса Лич. Сейчас несколько слов о системе действия вируса Лич. Она такова. Проникнув в ваше пространство, вирус изменил вашу генную структуру, приспособив ее к выкачке из вас негативной энергии, душевной боли. Программы вируса Лич, его элементы, называемые сущностями, внедряются в ваш мозг и затем создают вашими же руками различные, кажущиеся вам серьезными и реальными негативные ситуации, создают причину, на которую вы обязательно отреагируете. И вы легко попадаетесь на это, не понимая, что начиная от обычных ссор и конфликтов между вами, заканчивая производством питания от кровопролитных крупномасштабных войн, все это воздействие на вас вирусной системы с целью воспроизводства негативной энергии. Существует огромное количество видов проявления, выжимки негативной энергии, о которых вы даже не подозреваете. Буквально все вокруг пронизано системой питания вируса, даже то, что кажется вам обычным и не имеющим никакого отношения к этому. Простой пример. Вам всегда не хватает зарплаты. Скажешь, это не имеет никакого отношения к вирусу? Имеет, и самое прямое. Чуть позже объясню. Каким образом сущности внедряются в тела? Проникновение сущности в тело происходит разными способами. Один из основных вариантов – дым. Дым Подумай и обрати внимание на то, что после ссоры вам часто хочется покурить. А перед каким-нибудь конфликтом, ссорой, боевыми действиями, революциями обязательно появляется дым. Что-то обязательно дымит. Будь то сигарета или шины на баррикадах. Или что-то более глобальное, к примеру, пожар на крупном производстве. Даже спортивные мероприятия, особенно крупного масштаба, сопровождаются дымом. Ведь болельщики крайне возбуждены и скоро выплеснут негативную энергию, питание, от проигрыша любимой команды. Дым – есть особая субстанция, а в вашем случае – это проводник, обеспечивающий проход из одного измерения в другое. Образующий связь с сущностями, связь с тонким миром и связь с вирусом. К примеру, вспомните, что делают индийские шаманы, вызывая духов, а по сути сущности вирусной системы или энергии тонкого мира. Да, правильно, раскуривают трубку. Конечно, не всегда дым – это знак того, что обязательно появятся сущности, но это и есть самый настоящий проводник для их проникновения в вас. Просто будь осторожным и внимательным. Если рядом есть негативная эмоция, то дым опасен. Волнуется человек и начинает курить. Значит, сущность, находящаяся в нем, насытилась или сгенерировала тяжелую энергию и решила поменять место жительства. Выйти из тела курящего. Если ты оказался рядом, то вполне вероятно, что ты следующая ее жертва. Если эмоция идет вначале, а затем появляется дым, то это, как правило, выход сущности. Если просто стелется дым, то, скорее всего, это обратный процесс. Нехороший предвестник негативных событий. Процесс селения сущности в ваше пространство. Конечно, никто не отрицает простой привычки или зависимости организма от никотина. Но для этого эта зависимость и создана. Она возникла путем изменения вашего скафандра. Если есть эмоции и дым, то значит оба условия для проникновения сущности есть. И курите вы сами или просто стоите рядом с источником дыма, не важно. А там как повезет. А точнее, не повезет. Поэтому запомним, курение, даже пассивное, очень опасное занятие. И главная опасность не в том, что вы портите свой скафандр, несмотря на то, что это тоже имеет место быть. Постоянно навязывая вам мнение о вреде курения именно только для организма, ваше внимание не только акцентируют, добиваясь обратного эффекта, но и переключают, уводят в сторону, отвлекают от главной опасности, о которой вам не скажут никогда. Основу для всех ваших семейных бытовых ссор и конфликтов создают сущности. И подавляющее большинство этих проблем становятся возможными благодаря наличию проводника для сущностей – дыму. И в том числе дыму от сигарет, через которые сущности с такой легкостью и проникают в вас. Ты можешь не поверить в это, но тогда просто понаблюдай. Думаю, ты все же убедишься в реальности такого процесса. Возможно, решение может быть простым – запретить курение официально. Как известно, чтобы привлечь интерес, нужно запретить, что в вашем случае в направлении борьбы с курением и происходит. К кому обращены призывы бросить курить? Главным образом это направлено на молодежь. Но подумай сам. У них из-за изменения сознания и генов от действия вируса в определенном возрасте возникает процесс отрицания. Отрицание любых авторитетов, протеста против всего. Увидев надпись, курение вредит вашему здоровью, подросток проигнорирует, как это часто бывает, или закурит в знак протеста. Человек, чувствующий себя здоровым, а в молодом возрасте практически все себя так чувствуют, не задумывается о здоровье. А значит, слова предупреждения для него – это только слова. Но если присмотреться к этому явлению внимательнее, то прослеживается еще одна прямая параллель. Вся ваша борьба с курением – это ведь не что иное, как рефлекс собаки Павлова. Курильщикам все время напоминают о курении. И поверь, не важно, как это сделать – запретом или рекламой. В том числе, рекламой о вреде курения. Повторю, вам никогда не назовут истинную причину опасности дыма. Не забывай главного – все под властью вируса, и абсолютно никто не знает, что происходит на самом деле. Действительность? Все не так, как на самом деле. Разве личь откажется от самого основного из своих проводников? Запретом акцентируется внимание, и в результате курильщиков становится только больше. Разве вокруг вас стало меньше тех, кто курит? Все идет по сценарию, и ни в одном из циклов люди не прекращали курить. Очень незаметно идет подмена, замена на другие виды сигарет, электронные, химические. На самом деле, это не замена. Через все эти новшества гораздо легче привести к курению табака тех, кто не видел в этом ничего привлекательного. Но все выглядит логично, вас пугают обычными сигаретами, играя на вашей заботе о вашем организме. Нужно учитывать еще и то, что табачная промышленность и производство альтернативных вариантов курения принадлежат одним и тем же людям, а перешедшие к альтернативным источникам вскоре снова возвращаются к их классическим видам. Дым присутствует только на Земле? В трехмерном пространстве за пределами территории распространения лич доступны иные технологии, и поэтому дым – редкое явление. Есть места, где нет ни дыма, ни огня по причине иных условий существования. Пойми, опасность не в самом дыме, а в его свойстве, которое в условиях присутствия вируса стало способом проникновения его в трехмерное пространство. Дым сам по себе не опасен, но не в вашем случае. Ваша жизнь очень усложнена вирусом. Кроме дыма, есть и другие варианты проникновения сущностей в тела. Практически всегда это завязано на веществах, вызывающих помутнение сознания. Алкоголь, наркотики. Именно способность проникать – настоящая причина. Первопричина того, что проблема алкоголизма и проблема наркомании не решается, а происходит только имитация борьбы. Перемещение сущностей можно определить и в этом варианте. Обратите внимание на настроение в течение трех-четырех дней после употребления алкоголя. Речь не идет о похмелье, либо ломке. Речь о конфликтах и скандалах, которые возникают буквально через пару-тройку дней. Если такое происходит, значит сущность нашла приют, аккуратно разложив столовые приборы. Подведу небольшой итог. Таким образом, запомни, все действия вирус осуществляет через людей и с помощью людей. Все искривления были созданы и продолжают осуществляться людьми. Но под неусыпным управлением пиявки. Но только не нужно представлять картины про зомби. Все выглядит очень естественно. Говоря о том, что Лич сделал то, Лич сделал это, я имею в виду вселение вируса в сознание человека, внедрение программ сущностей с последующим перепрограммированием его и осуществление необходимым для вируса действий. Вместо души управление телом берет на себя вирус. Программисты меня поймут. Все выглядит совершенно иначе. И позднее я подробно расскажу тебе об этом. Запомни также, что абсолютно все, что доставляет тебе и любому из вас душевный дискомфорт, переживания и боль, это все результаты деятельности вируса Лич. Вы получаете это через людей, но вам необходимо понять, что все вы заражены и управляемы пиявкой. И вирусу выгодно, чтобы вы обвиняли друг друга, так как это разделяет вас. Это и есть основа для возникновения питания для вируса. Причиной душевной боли и негативных волнений всегда является вирус изменения сознания. В истинном сценарии этого нет. И жизнь наполнена только позитивными ощущениями и впечатлениями. Необходимо включить логику и начать анализировать. Души – частицы Бога. Тогда зачем Богу создавать что-то болезненное для самого себя? Он создал удивительный мир, чтобы получить новые волшебные восхитительные ощущения, а не донорскую станцию для собственного же истощения, во что сейчас и превращена Земля. Я как-то расчувствовался, решил просмотреть свитки с ее работой и наткнулся на описание планеты, которую она считала уникальной и самой красивой во всех своих владениях. Помнится, она назвала ее… Земля. Земля. Это ведь часть твоего наследства, братец. Меня так растрогало ее описание, что я подумал, может, есть надежда, что ты захочешь с ней расстаться? Тит, ты невнимательно смотрел на свитки. Эта планета стоит больше, чем все твои владения. Серьезно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова